Внутренняя сила. Что такое это внутренняя сила, почему я решила об этом поговорить и как с ней работать? Вообще, первый раз, когда я услышала вот это понятие внутренняя сила, мне это очень понравилось, потому что у каждого из нас есть эта внутренняя сила. И вот эта сила, ты сразу же думаешь, да, у меня же есть, это какая-то сила, но что это означает? что означает это странное понятие. Я сегодня бы хотела посвятить этому эфир, потому что на самом деле это очень супер-пупер-мега-крутая тема, потому как если вы осознаете, что такое эта внутренняя сила, как с ней работать, то по сути ты знаешь и начинаешь понимать, что нет ничего в жизни такого, чтобы было вам не подвластно. То есть ты осознаешь в этот момент, что ты являешься хозяином своей жизни. Поэтому давайте-ка будем с этим работать и будем сегодня выяснять. Итак, внутренняя сила – это по сути создание, слушайте внимательно, создание, интерпретация и понимание нашего жизненного внутреннего опыта. У нас есть два мира – внутренний и внешний, у каждого человека. Как я уже много раз об этом рассказывала, я сегодня повторю. Внутренний наш мир – это мир наших мыслей и реакций. То есть мы… ну и плюс внешний мир – это то, что нас окружает. И если во внешнем мире мы с вами ограничены географией, какими-то материальными историями, например, мы живем здесь, потому что я здесь родился, я не знаю, как уехать в другую страну, у меня нет денег, чтобы там купить себе машину. Это мой внешний мир. Во внутреннем мире я закрываю глаза и представляю себя принцессой. Во внутреннем мире мои фантазии могут перенести меня в будущее, они могут вернуть меня в прошлое. Я могу встретиться с любым президентом, любым человеком. Я могу попросить совета у кого угодно. Во внутреннем мире я могу выступать перед огромными стадионами. И многие считают, что внутренний мир – это бред, это фантазия. И помните, как в детстве родители говорили нам – не фантазируй, что ты себе придумал. Но люди, которые изучают силу своего разума, отлично знают, что по квантовой физике всё вокруг нас имеет энергию, и наши мысли – это определённые энергетические нити. И что удивительно, наш разум, наш мозг, ему всё равно, внутренний мир работает или внешний. Он на всё создаёт определённую паутину, вне зависимости от того, выдумали мы это или нет. И в зависимости от того, радует нас то, о чём мы думаем, или огорчает, к нам притягиваются подобные ситуации. Что это означает? Вот во всём вот этом круговороте, которым я вам рассказала, означает это то, что наши внутренние, наши мысли, наше состояние, наши реакции определяют наше внешнее. И когда мы внутри себя постоянно терзаем, расстроены, неудовлетворены, постоянно находимся в состоянии разочарования и неудовлетворения, всё это отображается в нашем реальном мире. А теперь давайте вернёмся к нашей внутренней силе. Я сказала, что внутренняя наша сила – это создание, понимание, обдумывание, простыми словами вам объясняю, нашего внутреннего опыта. А что такое внутренний опыт? Внутренний опыт – это наши реакции на всё происходящее. Например, вы встретили парня, влюбились в него, а он на русском языке, что-то украинские слова идут, знехтова в вами, то есть он пренебрёг вами, да, он говорит, да ты не такая красивая, я люблю другую. И у вас появился отпечаток неуверенности в себе. И вот эта неуверенность в себе зашла в ваш внутренний жизненный опыт. И в зависимости от того, дальше вы были в школе, например, отличником, вы нравились учителям, вы нравились девочкам или мальчикам, и это ваш внутренний жизненный опыт, который записался как то, что я уверенный в себе человек. Я человек, у которого всё получается, я прекрасный человек. У вас были прекрасные отношения с папой, если вы женщина, или с мамой, если вы мужчина. И у вас записался опыт, у меня прекрасные отношения с мужчинами или женщинами, мы чудесно находим общий язык. И всё это ваш опыт, он заходит и заходит. У каждого из нас с вами он свой, но помимо того, что он заходит, у нас с вами есть на него определённая внутренняя реакция, потому что когда эта ситуация попадает внутри нас, мы на неё, у нас там живёт гномик, который вешает наклеечку, и он определяет этот опыт. Ну, например, вот вы вышли, и у вас что-то не получилось, вы вышли на сцену школьную сыграть Гамлета, и у вас вы забыли слова. Вот одна и та же ситуация происходит у двух человек, но один ребёнок говорит, вот блин, надо лучше учить слова, и вешает наклеечку, мне нужно быть внимательным и лучше готовиться. А второй ребёнок эту ситуацию переживает как личную трагедию, с меня теперь все будут смеяться, я не смогу приходить в школу, я неудачник, у меня ничего не получается. И вот у нас с вами есть миллион ситуаций, которые происходят. И вот, например, я очень часто замечаю сейчас, я человек с чувством юмора, и обожаю людей с чувством юмора. И мой муж, это, ну, очень классно мне в этом подходит, мы очень любим с ним яморить. И иногда я снимаю сториз, где мы стебёмся. Вот, например, мы с ним вышли, недавно вот мы со Стамбула вчера прилетели, и мы с ним вышли и куда-то там пошли, и я надела платье, а он надел шорты. А у меня такое платье чёрное с воздушными рукавами, оно абсолютно недорогое и не пафосное, но оно смотрится реально как фрейлина. И мы стали с ним в зеркало, в лифте и ржём вдвоём. Он мне говорит, ты как госпожа, а я как твой паш. И мы записали такое сториз, в котором что-то подобное я озвучила. И мне начали писать люди, как вы можете так унижать своего мужчину, почему вы всё время, значит, его там ёрзаете. Я уже неоднократно замечаю. И мы начали ржать вдвоём с Серёжей, потому что мой муж – это мужчина, который прекрасно знает себе цену, который прекрасно понимает, кто он есть, и он точно не является ни моим пожём, ни моей жертвой, ни кем-то там ещё. Как сильный мужчина, он стебётся с этого, он ржёт точно так же, точно как и я, не думаю о том, чтобы его там унизить. Но очень многих людей, стоит с ними как-то пошутить, как они впадают в ситуацию такой личной огромной трагедии. Это говорит о том, что у человека есть какой-то внутренний комплекс, который в нём в этот момент играет. Поэтому наша внутренняя сила – это тот внутренний опыт, который мы накапливаем с вами. И то, как мы его интерпретируем, определяет дальше нашу жизненную позицию. И когда вы определяете наклеечками то, что с вами происходит, как, например, «это мой опыт, мне нужно лучше тренироваться, мне нужно больше готовиться, мне нужно ещё раз попробовать». То есть, когда вы интерпретируете это в одной стороне, вы получаетесь хозяином жизни, и ваша внутренняя сила заключается в этом. Но когда вы интерпретируете всё как жертва, постоянно находите возможность не брать ответственность и думать, как это улучшить, а постоянно переложить эту ответственность, положить и повесить ярлычок того, что, блин, это они виноваты, это всё они со мной сделали, это всё у них плохо, тогда, соответственно, ваша внутренняя сила становится меньше. И вот это определение внутренней силы, как большой или маленькой, оно и является тем, как бы зависит от того, насколько вы внутренне можете с собой справиться. То есть, по сути, наш успех в жизни зависит не от обстоятельств, которые с нами случаются, а от того, как мы реагируем на эти обстоятельства. Вот, в общем-то, и вся разница. И если вы будете размышлять на эту тему дальше, то вы осознаете, что по факту всё, что мы имеем с вами в жизни, оно начинается изнутри нас. Я раньше очень любила говорить такие фразы, как, например, сделайте запрос во Вселенную, она лучше знает, попросите у кого-то. Но когда я начала разбираться глобальнее с этой темой всей, я поняла очень простую штуку, что, ну, Вселенная, да, мы себе представляем это как? Как сидит какая-то Вселенная или там Господь Бог или кто-нибудь ещё сидит, и он слушает наши запросы, он нас или слышит, или не слышит. Но я уже говорила вам о том, что, когда я разбирала эту тему гораздо глубже, я поняла, что всё сильно проще, что когда мы рождаемся, нам даётся разум как наш личный инструмент. То есть мы не сидим и бросаем заказ в такси, знаете, в службу такси, которая очень сильно занята, а нам каждому раздаётся автомобиль. Но мы об этом не знаем, не хотим знать, не хотим об этом думать. И нашим с вами автомобилем является наш мозг. То есть это наше личное депо, куда мы с вами делаем установки. В зависимости от того, что мы сюда запрашиваем, как мы на этом концентрируемся, фокусируемся, о чём мы думаем, это мы и получаем. А у нас в лучшем случае мы реагируем на реальность. Ой, что-то всё хреново, первое. И второе, у нас есть такая иллюзия о том, что кто-то когда-то в чём-то может нам помочь. Я попрошу, чтобы мне кто-то помог. Ну, Господь взял, Господь забрал, Вселенная не дала. То есть нам очень это нравится. А теперь осознайте следующую штуку, что ваш разум даёт вам всё, что нужно. И в зависимости от того, что у вас там хранится, как в вашем холодильнике, те блюда вы можете приготовить. И если в вашей голове находятся постоянно тухлые яйца, если вы всё время на всё реагируете негативно, вам всё не нравится, всё не так, вас всё раздражает, то, соответственно, эти блюда у вас и получаются. И ваша внутренняя сила, она вот такая. Это и есть ваша внутренняя сила, ваш опыт. А ваш жизненный опыт – это ваши реакции и ваши мысли. С вами что-то произошло, и вы говорите, это плохо, это у меня не получится, это мне не дают, этот мужик у меня плохой, я пожила с мужчиной, он меня стал угнетать, это он в этом виноват. Как только вы вот эту всю ответственность переложили, вы сидите довольны, мол, я ни в чём не виновата, он сам пришёл. Но ваша внутренняя сила, она, как, знаете, вот огурец, который полежал в холодильнике и начал гнить. Вот он на вид огурец, а когда до него дотрагиваешься, он, помните, такой, и всё, он мягкий весь, он поплыл. Вот это и есть ваша внутренняя сила, потому что вы о ней не заботитесь. Вы как огурец в холодильник забросили, и пусть когда-нибудь лежит. Поэтому важное, первым самым и важным главным моментом это осознание, то есть определение того, кто я есть, кто я есть, чего я хочу. Я беру за это ответственность, за каждый свой шаг, за каждое своё действие, за каждую свою мысль я беру ответственность. Если я живу с мужчиной, который, рядом с которым мне плохо, рядом с которым меня контролируют, или рядом с которым я себя ощущаю полуженщиной, или рядом с которым я стала другой, то это вопрос не в мужчине, это вопрос в том, что я живу рядом с ним, и это вопрос в том, что я стала. Вот это я, это ключевое, это всё вы. Всё, что бы ни происходило на вашей работе, с вашими детьми, с вашим мужем, любовником, кем угодно, вы, вы, вы являетесь главным, вы разрешаете так с собой вести, вы забираете на себя позицию того, что меня обижают, значит, вы позволяете себя обижать, вы, вот осознайте эту штуку, в жизни нельзя быть пассажиром, если вы пассажир, тогда сидите и молчите, но в жизни вы должны быть у своего руля, крепко его держать и никому не отдавать, в этом случае ваша внутренняя жизненная, вот эта внутренняя сила, она будет крепчать, вы определяете, как хорошо или плохо, то, что происходит в вашей жизни с вами, только вы это определяете, не кто-то другой, и вы даете этому оценку, с каждым из нас происходят одни и те же ситуации, поверьте мне, вот с каждым из нас, у всех у нас есть какие-то отношения, хорошие, не очень, и мы поворачиваем с вами эти отношения так, как мы того сами желаем, кто-то желает сесть пассажиром и отдать ответственность кому-то другому и жаловаться все время, вот эта позиция, знаете, как человек отдает бразды правления, помните, но все время говорит, ты не туда поехал, ты не то сделал, ты не то делаешь и постоянно чем-то недоволен, и в этом случае вашей внутренней силы нету, и понимание того, насколько ваша сила внутренняя развита или не развита, очень простое, мы всегда видим отображение нашей реальной жизни, вот отображение нашей реальной жизни, это наше неврущее зеркало, если я прекрасно себя чувствую, прекрасно выгляжу, если у меня есть возможность делать то, что я хочу, быть там, где я хочу, иметь то, что я хочу, значит, моя внутренняя сила растет, значит, я молодец, но когда человек говорит, да нет, у меня с этим все в порядке, но у меня просто есть проблемы с деньгами, у меня что-то не ладится с партнерами, у меня что-то не то с бизнесом, ну, о чем мы говорим, врать себе наше любимое занятие, но полюбить и в конце концов говорить себе правду, потому что, исходя из этой правды, вы сможете от чего-то отталкиваться, только тогда, когда я понимаю реальную ситуацию, это вот, знаете, как, можно сказать, я доеду там со своего дома куда-то там за 10 минут, ну, и при этом не посмотреть, ну, вообще вы знаете, что туда ехать 20 минут, а сейчас еще могут быть и пробки, вы можете говорить себе все что угодно на здоровье, ну, как бы, не вопрос, но почему бы не оттолкнуться хотя бы от какой-то для себя правды, врать другим можно, важно понимать, где я нахожусь, внутренне хотя бы, это очень-очень-очень важно, тогда мы можем с вами прокладывать какой-то, ой, простите, то есть чувствую, что я сложусь в три части, тогда вы сможете выстраивать какой-то для себя наиболее оптимальный путь, траекторию, по которой вы сможете двигаться, внутренняя сила, это ваши мысли, когда я это начинаю понимать, думать об этом, я начинаю понимать важность своих мыслей, да, если я понимаю, что от моих мыслей зависит вся моя реальность, то, естественно, я начинаю думать, так, а что у меня там за мысли вообще, это помните, как вот гардероб, вступает зима, вы понимаете, что будет холодно, неплохо было бы открыть свой шкаф и посмотреть, есть ли там свитера, что там происходит, вот точно так же происходит и здесь, когда я понимаю, что в зависимости от того, что я думаю, моя реальность проявляется в этом, то неплохо было бы разобраться, а о чём я думаю, а на что я трачу своё время, а что живёт в моей голове, что там преобладает. У очень многих людей большинство мыслей, это не мысли, которыми они создают реальность осознанно, у многих это просто ответка на происходящее, то есть человек просто, я это называю, игра в валанчиком, бадминтон, он просто отбивается, то есть вы рано утром проснулись, вам кто-то позвонил, рассказал какую-то новость, у вас появился смысл, о, теперь буду целый день говорить на тему этой новости, включил телевизор, о, теперь есть что обсудить, потом дальше встретился с соседкой, произошла какая-то ситуация, ты на неё отреагировал и понёс всё дальше, и в результате ты сидишь, и эта вся твоя внутренняя сила, она связана с чужими жизнями, с какими-то обсуждениями, то есть ты по факту живёшь жизнью базарной торговки, всё, о каком росте, о какой реализации, о каких проектах, о каких деньгах вы говорите, о каком успехе, о каких путешествиях к чёртовой матери, нет, нет, вот вас нету для этого места вообще, вы его не создаёте и не формируете, и если поговорить с большинством бабушек и дедушек, которые есть, то они всю жизнь реагировали на происходящее, вот так вот приучились, вот всё время только реагируют, обсуждение идёт всего такого, а вы осознайте, что, повторюсь, ваша внутренняя сила и, соответственно, ваша реальность – это дизайн-проект, который вы можете создать в чистом поле, что у вас нету той жизни, которую вы хотите, потому что вы не знаете и никогда не думали над тем, что вы хотите, вы никогда не работали над этой жизнью. Это вот самый простой пример, я его всё время привожу, когда ты подходишь к зеркалу и смотришь, как это было со мной, ты обычная девочка, обычная, у тебя обычная задница, обычный живот, обычный, ты такой, как все, ты открываешь картинку другой девочки какой-то с журнала, у меня это была Синди Кроуфорд, я очень хотела быть похожа на Синди Кроуфорд, я собирала все вырезки из журнала, значит, которые были и клеила в альбом, клянусь вам, так это и было, и ты смотришь и думаешь, я хочу, чтобы у меня была вот такая талия, я хочу, чтобы у меня были такие ноги, я хочу, чтобы у меня были такие волосы, она рекламировала когда-то, кому за 30, наверное, вспомнит, был такой шампунь, назывался Флекс, и она его рекламировала, я покупала этот шампунь, просила у мамы на день рождения подарить мне этот Флекс, потому что искренне надеялась, что я буду Синди Кроуфорд, чье имя там было рядом с Клаудией Шифер, Наоми Кэмпбелл, как бы number one, я хотела быть, как она, я вешала картинки, я поняла в какой-то момент там, что, блин, я не такая стройная, как она, я хочу иметь такое тело, очень важно иметь ориентир того, чего ты хочешь, поэтому на Рерайтере Жизни, на моём марафоне мы начинаем первое, с чего? Это с описания и создания проекта, дизайн проекта своей жизни, чтобы вообще понять, от чего я хочу, о какой я представляю свою жизнь, какой я хочу её видеть, чтобы мои мысли, моя внутренняя сила заработала не на фидбэк того, что подорожали макароны, или сейчас продлится опять коронавирус, закроют границы, коронавирус это вообще прекраснейшая история по поводу того, что она заполнила людям жизни, можно целыми днями об этом говорить, можно быть в этом экспертом, чувствовать себя очень комфортно, знать, сколько умерло, сколько заболело, сколько воскресло, вот вообще живёшь, и тебе кажется, что твоя жизнь наполнена смыслом, потому что ты целый день можешь дискутировать на эти темы, но что тебе это даст? Каким образом это поменяет твою жизнь? Каким образом это создаст что-то новое для тебя? Я всегда задаю этот вопрос людям, какой смысл нам об этом сейчас с тобой говорить? Ну заболеем? Ну отлично, переболеем. Умрём? Ну печалька, ну значит умрём. Давай пока мы живы с тобой будем жить, а не будем готовиться к этой смерти. Зачем? Кому это надо? Ну я вас умоляю, у меня уже какое-то количество людей там переболело этим коронавирусом, ну и слава богу, все выжили, всё нормально, ну всё окей. Находите для себя что-то другое, восстанавливайте свою внутреннюю силу и делайте её мощной, делайте её крутой, делайте её созидательной. Когда говорят, откуда вы придумываете проекты? Ну не только мне, вот людям задают успешный вопрос, откуда у вас эта сила? Да потому что они работают над своей этой силой, потому что они очень внимательно выбирают, с кем общаться, с кем дружить, с кем разговаривать, на что тратить своё время, какие книги читать, смотреть эту программу или не смотреть эту программу, читать эту ленту или не читать эту ленту. У них нету случайностей. Чем больше я работаю над собой, тем меньше в моей жизни случайностей, которые происходят в контексте того, что вот я просто шла-шла и не знала, чем убить время. Вы всегда должны знать, чем занять своё время. Оно у вас должно быть перезанято, вы должны знать, что, когда вы захотите почитать, вы будете читать, где вы находите вдохновение, и что вам нужно смотреть тогда, когда вы устали или когда у вас опускаются руки, в какой-то момент вы живой человек. Вы должны это знать. Тогда это как с едой. Если у вас, вы следите строго за питанием, и у вас нету с собой контейнера, или вы не знаете, что вы можете есть, вот сейчас куриную грудку там, я не знаю, не важно что, а вы просто хотите жрать, подходите к ларьку и покупаете первое попавшееся, то, скорее всего, у вас будут проблемы с фигурой. То есть вы не сможете жёстко её вылепить. Когда, например, люди, которые занимаются боди-фитнесом, бодибилдингом, да, бодибилдингом, перед соревнованиями, они настолько жёстко следят вообще за тем, что они едят, там, за каждым глотком воды, за каждым... То есть это бодибилдинг, это строение, да, вообще body, строение своего тела. То же самое, мы строим свою жизнь, и мы строим свою внутреннюю силу. Внутренняя сила – это способность создавать, интерпретировать и понимать свой внутренний жизненный опыт. Внутренний жизненный опыт – это наши реакции, наши мысли, наши чувства. Вот то, как мы их внутри себя перевариваем, произошла ситуация, я анализирую, почему эта ситуация произошла, кто в ней виноват? Точно я. Из-за чего? Я общалась не с теми людьми, я не так себя вела, я, 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 не они, отучите себя говорить о них. Отучите раз и навсегда, начинайте всегда с себя, что вы. Если я везде главное, значит, я могу управлять, я могу не общаться, я могу не делать, или я могу сделать по-другому, но я могу. Вот это ключ, я могу, не они, чего-то должны сделать по-другому. Вам никто, никогда, ничего не должен. Зарубите себе это на носу. Не могу ответить на вопрос, как реагировать правильно, потому что не знаю, реагировать на что. В любой ситуации, которая происходит, я задаю себе вопрос, как я себя, что я сейчас чувствую, почему я это чувствую, почему мне сейчас неприятно, почему мне сейчас дико, почему мне сейчас хорошо, что я, моя реакция, что я чувствую, и почему это произошло. И когда я понимаю, что это произошло, потому что я оказалась, например, не в своей тарелке, соответственно, я себе говорю, окей, как я могу здесь не оказываться, не как изменить эту тарелку, как заставить людей понять, что они неправы, да нахрена вам заставлять других людей что-то делать, да они вам ничего вообще не должны, это их жизнь. Нас все время приучили управлять другими, менять их, быть, почему? Потому что стадом надо управлять, понимаете? Вот нам все время нужно вот что-то стадное. Зачем? Мы не стадо, мы отдельные люди, мы имеем право чувствовать, видеть, знать, понимать по-разному. Работодатель всегда стремится подчинить себя, так проще управлять. У нас такие правила, я не нравится, вышел отсюда, да? Все время вот это стадное, стадное. Все должны это есть в школе, похер, ешь, не ешь, любишь, полюбишь. Помните это все? Все время стадное, стадное. Да идите в жопу, не позволяйте себе, точнее другим людям, делать из вас стадо. Вы вправе выбирать, не их менять, а самим уходить от этого, самим создавать свою собственную модель. Это очень и очень важный момент, вы должны это осознать. Когда вы это начинаете осознавать, вот это знаете, как я, например, всегда очень стремно себя чувствовала, когда, например, собираются 20 родителей, к примеру, вот дети там твои где-то выступают, 20 родителей, и говорят, куда мы все вместе пойдем? Ну вот представьте себе, и говорят, пойдемте в итальянский ресторан, к примеру, а я хочу в японский, я иду в итальянский и чувствую себя жертвой. Я говорю, давайте пойдем в японский ресторан, а кто-то думает, блин, а я ненавижу японский. Не надо, вот не надо быть всеми, сделай то, что ты хочешь. Я сейчас, например, очень часто вообще от всех отдельно, потому что мне хорошо с собой, потому что я знаю, чего я пока, чем я могу заняться, я знаю, как мне будет хорошо. Это не значит, что кто-то плохой, это значит, что я думаю о том, как будет хорошо мне, и другим я не хочу делать плохо, создавать неудобства, пытаться их подчинить и заставить их делать по-своему. Зачем? Для чего? Для чего? Не имеет никакого смысла. Поэтому думайте и отбирайте внимательно любые ситуации, которые с вами происходят, ваши реакции. Понимайте, что любая негативная реакция в виде обиды на кого-то приносит проблему вам прежде всего. Вы начинаете этим жить, вы начинаете на этом вибрировать, вас это раздражает, вы подпитываете этим все вокруг, ваша жизнь валится к чертовой матери и сцепляет с собой такую клубную реакцию. Зачем? Зачем? Это не означает, что вы дикарь. Это вообще не означает, что вы не любим, что вы ни с кем не хотите общаться. Нет. Это просто означает, что вы себя свободно чувствуете. И в какой-то момент вы думаете, да я вообще есть не хочу, я с удовольствием посижу в итальянском ресторане. Мне вообще в принципе сейчас пофиг. Но если мне не пофиг, если сейчас для меня важно что-то другое, вы смело говорите, ой, вы знаете, я пойду хочу сушь поесть, никто не хочет, окей, я пойду поем сама. И все. И прекрасно себя при этом чувствуете. И это ваша внутренняя жизненная сила. Вы не сидите в этот момент и не думаете, какие же все звери вас бросили, а вы тут один сидите страдаете. Хоть бы одна зараза, значит, там вас позвала с собой. неужели же люди такие злые. Вот у всех людей постоянно, ну очень многих из тех, кого вот я наблюдаю, я вижу вот такие какие-то реакции. А знаете, почему они происходят? Потому что внутренней силы своей нету. Нету. Нету понимания ответа на вопрос, кто я и чего я хочу. Аллах сказал, что у нас есть предписанные события. Это начало жизни и смерти. Стальное наш выбор. Наш выбор верить Аллаху или кому-то еще. Я, например, не имею никакого отношения к Аллаху или к кому-либо другому и проповедую историю того, что мы абсолютно все определяем сами в этой жизни. Да, я думаю и говорила о том уже, что наверняка у нас есть какая-то кармическая история, потому что мы не можем не нести ответственность за то, что мы творили в каких-то других жизнях. Но тем не менее, мы можем это отрабатывать. Потому что имеет значение то, что ты делаешь сегодня. А вот в зависимости от того, что у нас было раньше, нам это дается или легче, или сложнее, это уже следующие вопросы. Но самым ключевым фактором является всегда понимание того, что я создаю свою жизнь. Вот, впрочем, и все. Я, конечно, как всегда, буду приглашать вас на марафон «Рерайтер жизни», на котором мы занимаемся, в течение которого он длится месяц, чуть больше, мы занимаемся как раз прежде всего. Первое — это написанием и созданием книги своей жизни, где мы в деталях отвечаем себе на вопросы, создаем такой дизайн-проект в своей жизни. Мы учимся медитировать. Медитация — это возможность полной релаксации вашего тела и такой синхронизации с вашим подсознанием. Потому что в нашем подсознании хранятся ответы на все вопросы. Мы с вами на самом деле настолько чувствительны, настолько круто можем считывать всё, что нам нужно и не нужно. У нас есть для этого всё. Но за счёт того, что мы это не тренируем, мы всё время действуем бессознательно. Вот этот наш внутренний голос, он у нас бессознательно работает, интуиция работает бессознательно. Наша задача — научиться делать это сознательно. Потому что при любой сейчас ситуации, которая происходит, я спрашиваю, задаю вопрос не своему ментору, наставнику, о своей интуиции, своему телу, своим внутренним ощущениям. Потому что только оно знает, что мне на самом деле нужно и все эти реакции есть во мне. С этим нужно работать. Мы готовимся делать это во время марафона «Рерайтер жизни». Мы очень много вещей узнаём и начинаем лучше понимать самих себя, лучше понимать всё, что есть в нашей жизни и как это влияет, как наши мысли, ситуации, наши близкие люди, как это всё влияет на нашу жизнь и каким образом мы можем это исправить. Потому что по сути нам важно не только разобраться, как это работает, нам важно научиться создавать свою действительность. А мы, повторяюсь, её создаём путём наших мыслей. Руслан, вам, как моему тренеру, пусть даже бывшему, стыдно говорить такие вещи. Не к вам ли я входила в таких декольте? Вот видите, какой тренер у меня пишет комментарий. Всё, он. Вот, поэтому запоминаем, пожалуйста, эту простую штуку и в другой раз, когда вам захочется сказать, что что-то с моей жизнью не так, помните о том, что с ней не так, потому что вы просто сами ещё не определились, что значит так. У нас стартует следующий поток 1 октября. Сейчас у нас идёт набор. Почему идёт этот набор? Потому что... Почему я об этом говорю? Потому что у нас ближе к дате всё время растёт стоимость. Сейчас у нас достаточно низкая цена для того, чтобы войти в эту игру и здорово поиграть. Затем у нас есть возможность продолжения уже работы в клубе. У нас есть клуб, в котором каждый месяц добавляются новые люди. Но это немножко другая история. Я специально об этом не сильно рассказываю, потому что когда люди проходят марафон, они уже очень чётко понимают, что такое клуб, почему они туда хотят и, соответственно, туда вступают. Моя задача ключевая – донести до вас важность того, что ответственность всегда за всё происходящее в нашей жизни принадлежит нам. И мы способны в любой момент времени, находясь абсолютно в любом состоянии жизненном, то есть не только самочувствии, но и в финансовом состоянии, это очень крайне важная составляющая нашей жизни, в любой абсолютно ситуации внутренней, когда у нас есть какие-то проблемы в личных отношениях. Всё начинается с тебя. Мы – это инструмент. Вот как скрипка не может сыграть прекрасно в оркестре, если она расстроена, точно так же мы с вами не можем сыграть в жизни свою какую-то ключевую партию, если мы не понимаем себя, если мы не являемся инструментом. Все условия у нас по участию в клубе уже узнаются в процессе марафона. Там всё очень приемлемо, но я специально эту информацию никуда не выношу, потому что эта информация, всё, что у нас происходит внутри, это уже такая история для тех людей, которые приняли решение и понимают, почему они там находятся. Вот, поэтому это как бы не является моей целью. Стоимость марафона, рерайтер жизни, можно посмотреть на страничке в профиле. Я его сейчас не анонсирую, не называю, потому что эфиры стараюсь сохранять, люди смотрят в разный период времени, и, соответственно, стоимость тоже у нас меняется, как я уже вам об этом сказала. Поэтому заходите сейчас и смотрите, сколько это стоит. Я могу вам сказать, что не обмануясь и скажу, что это самый крутой подарок, который можно себе сделать, и лучший из всех марафонов, которые вы могли бы проходить. И об этом говорят абсолютно все наши участники, ну, по крайней мере, мне лично, я не слышала других мнений, именно потому что настолько щедро, сколько я даю там информации, поддержки и всё остального, ну, я нигде этого не встречала. Для меня это не подработка, для меня это не история какая-то там странная, для меня это моя жизнь, это моё личное выражение. В этой жизни это, хотите, если большое слово предназначение, поэтому я абсолютно во всём этом живу, ежедневно, и мне это очень сильно нравится. Именно поэтому марафон имеет несколько другой статус и другое состояние. И на мою внутреннюю силу это очень сильно влияет, потому что каждый день я читаю какие-то новые истории, новые отзывы, новые кейсы, как в личку, так и в общий чат. Я понимаю, что это работает, я понимаю, что я делаю очень важную и ценную вещь. И для меня это крайне важно. Вот, в принципе, так. На этой замечательной ноте я буду заканчивать наш эфир. Я благодарю всех, кто его посмотрел. Я напоминаю вам о том, что я вас жду на марафоне «Рерайтер жизни», который стартует каждого первого числа нового месяца, поэтому «велком». Так, я себе выбрала и сделала такой подарок, очень жду. Ну, и это прекрасно. И всё, друзья, работайте над своей внутренней силой, фильтруйте, пересмотрите ещё раз этот эфир, если вы не до конца всё поняли. Но если поняли, я думаю, что это вам осознание очень-очень много даст. Всем хорошего дня!